Привет, друзья! Это Макс. И сегодня я хочу вам рассказать 10 отличий Китая от России. Сейчас я иду по пешеходной улице. Пешеходная улица. Здесь нет машин. Нет автомобилей. И давайте посмотрим, что это за различия. Итак, номер один. Номер один это культурный аспект. В Китае люди очень часто ковыряются в носу или харкают и плюются прямо на землю. И делают они это очень-очень страшно. Они могут плюнуть прямо в метро или в автобусе или, например, сидя в банке. Во многих местах в Китае висят таблички. Не курить и не плевать. Да, китайцы курят даже в школах. Я работал в школе и прямо в школе в классе учитель курил. Номер два это кушать вне дома. В Китае очень популярно завтракать и обедать где-то на улице. В кафе или в ресторане. Однако в России мы чаще всего едим дома. Потому что это как традиция собраться всем вместе, всей семьей за столом и вместе кушать. И также в кафе или в ресторанах еда значительно дороже, чем если ты готовишь сам. В Китае еда в ресторанах, в кафе или на улице достаточно дешевая. Поэтому многие люди едят просто на улице. Обедают и завтракают. Музыка 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 Но китайская кухня очень вкусная и очень разнообразная. Мне очень нравится. Музыка Номер три. В Китае практически нет такого класса, как пыдло или гопники. Слышь, семки есть, а мобила? А если найду? И если ты идешь ночью в темном переулке, ты чувствуешь себя очень безопасно. Музыка 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 Номер 6. В Китае очень медленный интернет. Очень медленный, как улитка. Медленный. Номер 7. Закрытость. В Китае заблокированы все популярные ресурсы и сервисы. Например, Google, Gmail, YouTube, Facebook, Instagram, отчасти ВКонтакте и Википедия и многие-многие-многие-многие другие. Поэтому люди очень-очень мало знают информации о мире вне Китая. Например, никто не знает столицу Америки, столицу Америки. Все думают, что это Нью-Йорк или просто не знают. Никто не знает, где находится, например, Польша или Венгрия. Страны Балтики или Скандинавии никто вообще не знает. Номер 8. В Китае очень хорошо относятся к иностранцам. Если ты иностранец и если ты говоришь хотя бы немножко по-китайски, то люди, все люди в магазине, на улице, они будут относиться к тебе очень хорошо. Они всегда тебе помогут, если тебе что-то нужно. Все люди. Номер 9. Это экология. Да, это самый большой минус Китая. Средний уровень загрязнения во всем Китае намного-много-много превышает все допустимые нормы. И это очень печально. Печально, что многие люди очень мусорят много на улицах. Они бросают фантики от конфет, от печенья. Все что угодно просто бросают на асфальт, на землю. И последнее десятое. Китай очень быстро развивается. Например, пока в России строят одну станцию метро, в Китае уже построили целую линию метро с десятью станциями. Темпы роста и развития Китая просто впечатляют. Это очень-очень высокий темп развития. В заключении я бы хотел сказать, что мне очень нравится жить в Китае. Мне нравится китайская природа. Мне нравится китайская культура и обычаи. И мне нравятся те перспективы, которые дает Китай. Итак, друзья, сейчас у меня есть вопрос к вам. Вопрос к вам. Скажите мне, что из этих... какие из этих десяти пунктов вы обнаружили интересными. Напишите мне, пожалуйста, об этом. И до встречи в следующий раз. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok